На Елены Стасовой хотят построить новый микрорайон. Это целый квартал элитных малоэтажек, по сути, в самом экологичном районе города. Однако местные уверены, ради этого застройщик снесет их дома и вырубит лес. Компромисс пришлось искать на общественных слушаниях, которые прямо сейчас проходят в Гордыка. Там работает мой коллега Илья Филонов. Илья, добрый вечер. Расскажи, удалось ли договориться с жителем и строителем. Давайте вернем на самом деле вот этот слайд. Да, добрый вечер, Света, добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, конечно, как водится, на таких мероприятиях найти компромисс здесь вот так скоро. Слушали, начались в 6 часов. Не бывает никогда. Смотрите, собрался полуполный зал, если так можно сказать. Все это жители Октябрьского района, которые пришли решать судьбу своего района, а именно участка на Елены Стасовой в районе Аграрного университета. Там, по поводу чего спорят, обозначу. Там застройщик планирует разместить элитный микрорайон на 40 тысяч квадратных метров, где построят примерно 20 домов элитных, где квартиры в среднем будут по 100 квадратов. Ну, то есть стоимость должна быть у него соответствующая. Здесь пока решают о проекте планировки. Обсуждают, собственно, его и у жителей несколько конкретных вопросов. Я их сейчас обозначу. Они уверены, что для постройки микрорайона вырубят лес, снесут близлежащие дома, а также вот эти дома бетонные встанут стеной, и если не будет продуваться ветлужанка, то не будет продуваться весь город. То есть опять переживаю здесь, конечно, за экологию в том числе. Чем на это отвечает застройщик? Потому что поговорить у нас сейчас с ним нет возможности. Он отдан на растерзание, конечно, вопросам. Итак, позиция застройщика, что это будут дома средней этажности, потому что зона генплана предполагает зону Ж3, то есть дома не выше 9 этажей. В проекте предусмотрены дома от 4 до 8 этажей. Касательно сноса домов, застройщик утверждает, что домов, которые там можно снести или понадобилось бы снести, нету, потому что это территория бывшего детского лагеря «Салют», который еще в 80-х цвел, конечно, и был популярен, но в 90-х повторил судьбу других лагерей. И сейчас это развалины, это, прошу прощения, бетонный фундамент и торчащая арматура. Собственно, с этим и хочет бороться застройщик, облагородить эту территорию. Ну, а что касается экологии и продуваемости города, собственно, этажность застройки и подразумевает, по словам застройщика, что... Прошу прощения за технические сложности, обязательно продолжим следить за этой темой. Прошу прощения застройщика.